Александр Тихонов, четырехкратный олимпийский чемпион, одиннадцатикратный чемпион мира, признан лучшим спортсменом 20 века и лучшим президентом Союза биатлонистов России. О чем я хотел поговорить? Безусловно, как спортсмен прошедшего времени, правда, я бы хотел поговорить о спорте, немножко коснуться политики, современного положения, то, что касается нагнетания американцами вот этих проблем с Украиной, с Донбассом, коснуться, но больше о спорте. Здравствуйте, в эфире программа «Скажи, не молчи» в студии Виктория Попова и Татьяна Щербина. И сегодня у нас в гостях легенда мирового биатлона Александр Тихонов. Добрый день. День добрый. Вы при полном параде, мы очень рады вас видеть в нашей студии в таком добром здравии, хорошем настроении. Скажите, какая из этих наград, представленных на пиджаке, для вас самая дорогая? Вы знаете, недорогих медалей на чемпионатах мира и Олимпийских игр не бывает. Но у меня есть более дорогая награда, вот это справа, орден Красной Звезды за задержание особо опасного преступника. Поэтому во время войны ей награждали за личный подвиг. Расскажите, как вы его задерживали? Вы знаете, это длинная история. Пострадали двое человек очень серьезно. Слава Богу, жизненный опыт есть. Перевязал 17 ножевых ран. Люди выжили. В 1969 году была исключительная мера наказания. И преступник ее понес. И это даже не спортивная награда. А еще Александр Иванович горел в тайге. Вы рассказали нам до записи, что вы тоже подвергались со стороны стихии нападкам. Расскажите эту историю. Ой, вы знаете, это было неправильное обращение с огнем. У меня стоял вопрос. Трое с половиной суток я был без медицинской помощи. Приходилось ножом прокалывать все вздувавшиеся фаланги. Лоб, лицо. Я был просто как головешка. Вот. Вывезли вертолетом в операционную. Значит, хирург показывает ампутацию рук. Я со стола сорвался. Вот. Александр Васильевич Медведь в то время был с нами. Он все это видел. Это мой старый друг. Это легенда мирового спорта. Трехкратный олимпийский чемпион и прекрасный человек. Я счастливый человек, что у него на сорокалетие был тамадой. Вот. Вы книги пишете, вспоминая свою, как, конечно, боевую молодость и свою прекрасную, богатую событиями жизнь. Но вспомним большой поворот. С 96 по 98 год вы были президентом Российского союза биатлонистов. И вдруг переезжаете в Беларусь. Почему? Ну, вы знаете, когда-то давно-давно еще в Советском Союзе мне задали вопрос, когда я первый раз приехал в Белоруссию тренироваться, будучи активным спортсменом, и меня спросили, Александр Васильевич, вот ваше первое впечатление по приезду в Белоруссию и первые шаги по городу Минску. Что бы вы хотели вспомнить? Вот что вам пришло в голову? Я говорю, знаете, я, прогулявшись буквально 10-15 минут, вспомнил старый романс. Как много девушек хороших. Этого в Белоруссии не отнять. И вот судьба так распорядилась, что в итоге я женился на белорусске, и уже 12 лет оседло проживаю в этом прекрасном, чистом, интересном городе, с гостеприимным, спокойным, померковным народом. Ваш образ из разряда тех, которые вот увидишь, не забудешь. Вот давайте посмотрим пример. Вот скажите, откуда возникла любовь к шубам? Вы знаете, я не буду скрывать, у меня и это коротенькое. Есть длинное норковое, длинное соболье, соболье, шапка обязательно. А почему нет? Есть шуба богатая из Камчатской лесы, огневки. Вот. Вот. Вы знаете, я 25 лет прожил в Сибири, и была такая возможность. Друзья помогали, дарили. Вот. Сибиряк не мерзнет, потому что хорошо одевается. Правильно. Я к этому привык. И очень, когда здесь минус 10-12 градусов, я обязательно одеваю, чтобы выгулить. Интеллигенция любит кургузы и курточки, но Александр Иванович... Настоящие ценители знают, кто в одежде. Я хотела еще спросить о ваших выпуклых высказываниях о событиях в Беларуси 2020 года. Например, о митингах вы говорили следующее. Туда вышел офисный планктон, айтишники, студенты, которым интересно поорать. Прошло время. Скажите, вы сегодня понимаете, какие силы стояли за тем, что мы переживали в августе? Вы знаете, у меня есть большой дар предсказаний. У меня на сайте, на моем личном сайте, есть фильм, называется «Вчера и сегодня». И по тому, какое сегодня состояние с этим коронавирусом, у меня все предсказано 22 года назад. Расскажите. И удивляться не стоит. Вы знаете, там я сильно громко сказал, по-своему. Я, так же, как и Александр Григорьевич Лукашенко, придерживаемся Салтыкова-Щедрина. Не употреблять в разговорах мудреных слов. Вот про американцев он сказал, что вы сюда приперлись из-за океана. Я хочу это поддержать. Какого черта вам здесь делать? Вы знаете, мне задали вопрос, кого вы больше всего не любите, что вы больше всего не любите? Я сказал, американцев, англичан. Ну, это на самом деле так. Никогда Белоруссия и Россия ни на кого не нападали. Постоянно было все наоборот. И какая-то кучка политиков. Я уверен, что и народ, и вот Прибалтов, и Украины. Я был там три месяца назад. Это катастрофа. Нищета. Отсутствие производства. Понимаете, страной управляет клоун. Натуральным образом. Я буду говорить, как я понимаю это. И то, что я увидел. Понимаете? Вот. И вот эта вся проплаченная публика. Я ведь об этом сказал. Мне угрожали. Кто посмевал? Я поддержал тогда Александра Григорьевича. Поддержал правительство. И ведь, знаете, я прошел несколько раз с этой толпой. И задавал вопрос. Идет женщина, и у ней двойня в коляске. Понимаете? А мне интересно. Понимаете, она идет непонятно. По убеждениям каким-то там свергнуть кого-то. А ей интересно. Такого никогда не было. Понимаете? Она сидит в декрете, получает пособие от государства. Ей скучно. Поэтому она вышла на митинг. Да, 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 да. Вы знаете, вот теперь можно подвести маленький итог. Вот особенно. У меня очень много друзей по миру и в Казахстане то же самое. Они убедились, что пять лет назад. Я говорю, ребята, держите ухо востро. Это будет обязательно повторение. И не дай бог где-то еще. Но я думаю, на уроках Казахстана научились все. Понимаете, что случилось? Это просто упустили. Упустили момент. Сегодня я общаюсь очень со многими. Вот недавно сидел с двумя дипломатами. У одного одиннадцати языков проработали. И в Вашингтоне, где только они не были. Понимаете? Они сегодня сказали, что более... Были здесь, в Белоруссии. Они сказали, более спокойной. Мирной обстановки. Масок почти не видно. Какие-то все улыбающиеся лица. Я говорю, ну, дорогой мой, я здесь живу и радуюсь. Радуюсь жизни. Понимаете? Это здорово. И главное, знаете, когда президент говорит твердым языком, дорогие мои, делайте так, как Вы хотите. То есть народ должен принимать решения. Это здорово. Вот, кстати, о решении, которое приняла одна, ну, так скажем, наша бывшая спортсменка. Еще одно высказывание Ваше цитировали многие СМИ, которое связано со скандалом Кристины Тимановской. Она покинула белорусскую сборную во время Олимпиады в Токио. Давайте послушаем. Спорт не приносит материальных благ. Поэтому мы, не буду скрывать, сидим на шее налогоплательщика. Поэтому мы должны, наша отдача, это результаты, это медали. И таких примеров можно привести очень много. Александр Васильевич Медведь к третьей Олимпиаде, мы с ним дружим по сей день. К третьей Олимпиаде. Ему не советовали выступать. Из сердца в непорядок все прочее. Этот великий спортсмен вышел на третью Олимпиаду, закончил со слезами на глазах, поцеловал ковер и закончил свою спортивную карьеру. Виктор Чукарин, узник концлагеря, стал олимпийским чемпионом. И таких примеров Елена Белова, Романьков, я приведу тоже, из белорусов, травмировались, выступали. И сейчас достаточно примеров на этой Олимпиаде, кто с травмой выходит, гимнасты, фехтовальщики и выступают. Кристина, мне твой поступок абсолютно не понять. Сейчас Кристина живет в Польше, спортивными победами не радует, жалуется на то, что не видится с родными, что депрессия накатывает, плюс языковой барьер. Вы вот тогда предполагали, что этим вот всем закончится этот ее выбор на Олимпиаде? Вы знаете, я не сомневаюсь на сто процентов, что она сегодня сожалеет об этом. Родина есть родина. Я знаю, где-то есть неблагополучные страны, где много проблем. Но Белоруссия, посмотрите. Вы знаете, я уверен, что она сегодня переживает и будет переживать до конца дней. Я бы на ее месте встал на колени, на границе. Родину не предают. Тем более, понимаете, вот я столько много, нет ни одной области, которую бы я не проехал. Общался много с людьми. Вы знаете, один момент, я просто его не снял. Когда шла уборка урожая, Белоруссия этим отличается. Вы знаете, поля, как будто прошел, все по линейке. У меня была агрофирма, была признана лучшей в Европе, поэтому в сельском хозяйстве я очень хорошо разбираюсь. Я 220 книг подарил Академии сельского хозяйства, которую заканчивал президент Белоруссии. Вот, 220 книг подарил. Проехал по колхозам. Вы знаете, я ехал вдоль дороги, идет комбайн. Я останавливаю машину и бегу туда. Подошел, комбайнер спускается. Мы с ним познакомились. Да я вас знаю, я за вас болел в возрасте, мужчина. Для меня самое дорогое. Хлеб всему голова. Это песня композитора Кудрина, которую он мне первую показал, сидя на ящике, на баяне. Ты запомни, сынок, золотые слова. Хлеб всему голова. И вот берешь этот колос, потрешь, попробуешь пшеничку. Понимаете, такие урожаи. Такое земледелие. Сельское хозяйство. Александр Иванович, ну может быть мы не понимаем уже это поколение. Тимановская это тиктокеры, блогеры. То, что... Понимаете, вот у меня знакомая есть, у нее дети 6 и 12 лет. Не знали, что заказать на Новый год. Потому что все есть. У нас не было ничего. Вы знаете, мое босоногое детство, я... Зато были победы в спорте. Ну понимаете, очень трудно в духовном вакууме находить. Безусловно, поменялось время. Кругом компьютер. Идут иногда на красный свет, утнувшись в телефон. Но нам уже этого не развернуть, понимаете. Пришло все по-другому. Наше поколение, понимаете, оно только остается наблюдать за ними. Но я скажу, и все-таки я здесь часто бываю в общеобразовательных школах. Вы знаете, что мне нравится? Дисциплина. Вот я сидел несколько раз в классе, в общеобразовательном. В первом классе, в пятом, в десятом классе. Вы знаете, дисциплина. Преподаватель говорит, учитель – это мать и отец. Преподаватель говорит, тишина. Просто, понимаете, уважение. Я не буду говорить, где я во многих побывал школах в России. Понимаете, здесь несколько все по-другому. Такое уважение. Понимаете? Сохранили, да, вот это вот? Сохранили, да. И в первую очередь, это большая благодарность родителям. Родителям, понимаете? Здесь оценку не купишь ни в школе, ни в университете. Вот давайте вспомним ваш дебют в Гренобле. Он состоялся в 1968 году. Тогда вы выступали за сборную Советского Союза и на старт вышли с высокой температуры. Не было у вас желания, что называется, послать тренера и отлежаться где-то в Олимпийской деревне у себя в номере? Это вот как раз ответ ей. У меня было 38,9. И второй раз у меня была в Америке такая же температура. Ко мне заходит, вот, 21 год было мне тогда. Вот они, первые олимпийские чемпионы в истории после включения эстафеты в программу Олимпийских игр. Владимир Гундерцев, Николай Пузанов, Виктор Маматов. Гундерцев и Пузанов в мире ином. Вот. Ой, как давно это было. И, вы знаете, можно было отказаться. Были два запасных спортсмена. В Америке в 80-м году я нес знамя советского спорта. И Володя Аликин ко мне утром заходит. Американцы, хуже них никто не организует. Никакое событие. Ну, поселить все олимпийские делегации в тюрьме будущей, понимаете? Это был какой-то ужас. Это фирменный знак американских тюрьм. Это американцы, да. У них вот хоккейный дворец в Белоруссии, это можно взять за образец. А там бетонные сидения. Вы знаете, без какой-то штуки подплатки ты просто простынешь там, отморозишься. Ужас. И Володя ко мне заходит, а у нас завтра старт эстафеты. Он говорит, Иваныч, я, наверное, откажусь. Я говорю, что такое? Он говорит, у меня 37,8. Я говорю, Володя, сейчас достану. Пауза достаю градусник 38,9. Я говорю, Володя, мы сегодня с тобой должны доказать в очередной раз, что мы мужики. Что мы россияне. И выиграть очередную эстафету. Он встал, говорит, Иваныч, порву всех. И он выигрывает первый этап 11 секунд. А я добавляю почти до минуты разрыв. Я передаю Барнашову, потом Алябьев. И мы четвертый раз подряд выиграли. Кстати, Александр Иванович, вас сравнивают, но только вы сравниться можете с Бьерн Даллином. И то у него только три Олимпиады. И сейчас они с Дашей Домрачевой, как вы знаете, тренируют китайцев. Все, весь мир спорта ожидает. Побегут ли под их чутким руководством китайцы на Олимпиаде в Китае? Вот что вы думаете? Ждете? Вы знаете, во-первых, я хочу их еще раз поблагодарить за то, что они столько побед интересных. А ведь Дашу Домрачеву, я из любви к Белоруссии и президенту, прямо скажу, так и было. Я мог ей повысить зарплату, какую бы она сказала, она бы осталась в России. Но я сказал, Даша, поезжай там, где теперь твоя мама. И сказал, примите подарок Белоруссии. На тренерском совете я задаю вопрос тренерам женской команды. Скажите, нам Домрачева нужна? Нет. Кузьмина? Нет. Я говорю, запишите в протокол. Эти две спортсменки завоюют медали больше, чем вся наша команда. Я в предсказаниях никогда не ошибаюсь. Так оно и случилось. Так что, побегут китайцы под управлением Даш? Вы знаете, я не сомневаюсь, что китайцы побегут. Не сомневаюсь. Вы знаете, дисциплина тренировочного процесса. Вот я со своей командой, будучи президентом, отработал 13 лет и 7 месяцев. У меня было очень строго. И потом мое преимущество было, что я выступал сам на всех этих комплексах. Я знал, как подводить команду. У меня не было звезд. Но они выступали за 13 лет 24 золота, 27 серебра и 19 бронзы. Больше, чем у всех стран. Объясните нам, пожалуйста, вот с Татьяной норвежцами, почему считаются королями вида спорта? Вы знаете, мы их побеждали, как хотели. Мое поколение и после этого побед было достаточно. Вы знаете, во-первых, лет, наверное, 40 назад, я помню, фонд развития будущих поколений в Норвегии составлял 927 миллиардов долларов. У них соревнования после рождения, так же, как у меня было, встают на лыжи. Они соревнуются, чемпионат Норвегии, начиная с 5-летнего возраста и до 80-90. Соревнуются целый день. Каждый ребенок получает кубок. У них это в крови зимние виды спорта. А еще... Объясните тогда, почему практически вся сборная, ну, очень многие члены сборной Норвегии, астматики. Я уже на эту тему много писал и много говорил. Это упущение Международной Федерации и ВАДА. Я говорил об этом. Давайте соревнуйтесь астматики с астматиками. Ну, второй вопрос. Они и в моем поколении были, но мы их обыгрывали. Сейчас Олимбекова, Сола, Смольский составляют серьезную конкуренцию. Скажите, ну это вопрос политики или денег договориться с ВАДА? Вы знаете, сатана достал самое страшное оружие, деньги. Плюс политика. Вот я просто своим мнением поделюсь, да. Когда американцам нужно было убрать сборную России с Олимпиады, чтобы она не выступала под своим флагом. Мы постоянно слышали про какие-то допинговые скандалы, про взятки в том или ином международном Олимпийском комитете той или иной страны. Как только Россию скинули, прекратились скандалы? Я могу сказать так. Я об этом говорил и писал. Не безосновательно стоял вопрос в России о допинге. С трибуны Олимпийского комитета, Министерства спорта, я говорил, привлекал, у меня дар предвидения серьезнейший. Вы знаете, когда было открытие в 2013 году дома болельщиков на Красной площади, прогноз на Олимпиаду составляется по предолимпийскому сезону. У нас было самое провальное выступление, поэтому и Министерство спорта, и Олимпийский комитет, и президенту России докладывали, что мы способны занять четвертое и пятое место, и нас это устроит, нам важно провести Олимпиаду. А я видел сон о том, что мы первые, и на Красной площади, вразрез с мнением всех, мое слово было выступил президент Олимпийского комитета, значит, генеральный секретарь, министр спорта Москвы, сказали, четвертое и пятое место, ну, третье будет для нас здорово. Я сказал, какие четвертое и пятое места, дословно. Мы на что настраиваем спортсменов на нашей Олимпиаде, на поражение? Первое общекомандное место за Россией. Меня исключают из списка почетных гостей. Будем откровенны. Но мы выиграли Олимпиаду. Меня потом пригласили, вручили подарок, говорят, Александр Ильич, как можно, я говорю, надо отдавать слово профессионалам. У вас есть простой совет, как выиграть Олимпиаду, да еще и четыре раза подряд, вот как это у вас получилось? Советов нет. И я вам скажу больше. Это лично мое убеждение. Скажите, пожалуйста, в России был один царско-сельский лицей, но был Пушкин. И в спорте занимаются миллионы. На пьедестал поднимаются единицы. Его надо родить. И все? Я убежден. Натренироваться. То есть победителями рождаются, а не становятся. Это так же, как, вы знаете, стать великим актером, композитором, поэтом, писателем. Он родится. Давайте после паузы обсудим, можно ли все-таки научным, генетическим путем вывести победителей Олимпиады. Напоминаю, у нас есть телеграм-канал «Скажи, не молчи», где вы можете задавать вопросы, а также предлагать нам гостей. Скоро увидимся. В эфире «Снова скажи, не молчи» и в гостях у нас сегодня легенда биатлона Александр Тихонов. Александр Иванович, ну не все, так скажем, одинаково ровно проходят испытания славой. У вас есть вечный оппонент в соцсетях Дмитрий Губерниев, который сам себя называет «голосом биатлона». Можете нам рассказать, в чем суть конфликта? Вы знаете, у нас никогда мы нормально относили друга, он всегда бегал, Александр Иванович, все прочее. Знаете, я не люблю людей, которые меняются. Меняют свою физиономию, понятия жизни и все прочее. Было все нормально до тех пор, пока он в открытую не сказал. Он не меня оскорбил, он оскорбил всю историю мирового спорта. Он сказал, чемпионы мира Олимпийских игр прошлого – это все фуфло. Я думаю, что ни в одной стране мира не допустили бы подобного оскорбления. В его адрес было более двух миллионов, извиняюсь, мата. Как можно оскорбить, вы знаете, до любого, которые ушли из жизни? Это легенды, которые золотыми буквами вписали свои имена в историю мирового спорта, в историю своей страны и обозвать фуфлом. Я ему сказал, что он самый великий спортсмен. У него третий разряд по гребле на моторной лодке и без весел. Вот все его достижения, понимаете? И то, что страна промолчала, Россия, вот за это оскорбление, возмутились все. Александр Иванович, но он в ответ вам напоминает каждый раз эту историю про Амана Тулеева «Без начала и без конца». Вы знаете, Аман Тулеев давно извинился. Это есть в книге. Аман Тулеев сегодня блогер. Если кто-то из наших зрителей интересуется, он в Инстаграм ведет вот такие вот прекрасные ролики записывает, где с внуком разминается, например. Напомню тоже тем, кто не в курсе, вас обвиняли в покушении на... Вы знаете, я же говорил, что сатана достал самое страшное оружие – деньги. Мне было только одно предъявлено – подпиши чистый лист. Ничего не было. И я потом после долгой разлуки прямо в наглую приехал в Россию и на суде я убрал адвокатов. Ну, были такие времена. Россия была и остается моей родиной. То есть это что, была афера какая-то? Это шел большой передел. И никак не могли, никак не могли Дерипаска и Юмашев, бывший тогда Управлением делами президента, они были как бы родственники. Дерипаска женился на дочери Юмашева. И они отнимали, отнимали производство в Кемерово у ребят, которые это все восстановили и построили. Понимаете? Ясно. Это был натуральный беспредел. Понятно. А каких отношениях вы сейчас с Аманом Тулеевым? Вы знаете, я его ни разу живьем не видел. Он написал телеграмму мне лично. Она в книге есть и в фильме есть, понимаете? Он сказал, что приезжай, да? Да, приезжай в гости. Но пока не получается. Вернемся к биатлону. Если вспомним, IBU лишил Беларусь этапа Кубка мира по биатлону. Вы высказались по этому поводу довольно лаконично. Американцы сволочи. Опять из-за них скандал. Вы сказали, американцы сволочи. При этом штаб-квартира IBU находится в Зальцбурге. Это Австрия. Причем здесь американцы? Я был 8 лет первым вице-президентом. И я скажу, при мне вот таких вещей не происходило. Даже Андерс Бессеберки, весь исполком, боялись меня. Я люблю характер и люблю по делу. Есть закон, от которого мы не должны отойти. И американцы, скажите, пожалуйста, я все время роюсь в памяти и думаю, что же полезного, интересного сделали американцы за всю мою сознательную жизнь. Не нашел ни одного положительного момента. Вы посмотрите, сколько бомбили, сколько всего, сколько страданий. И это все американцы. Будь бы моя воля, они счастливые люди, что меня не допустили в политику. Они бы давно заткнулись и молчали бы, как рыба. Да. С вашим характером. Я бы им объявил бойкот, и я бы нашел контакты с нормальными людьми и в Европе, и везде. Живите за океаном. Они не понимают, с кем они связались. Вы считаете, что все-таки управляет вот этим международным биатлонным союзом именно американцы? Ну, вы знаете, и в Международном Олимпийском комитете влияние американцев больше, потому что они являются генеральными спонсорами. Деньги управляют миром. Так, а зачем они лезут в биатлон? У них там нет хороших результатов, и вряд ли они их когда-нибудь покажут. Вы знаете... Зачем им биатлон, что они туда-то лезут? Я хотела еще напомнить, да, действительно предысторию, что в 19-м году тот же АйБУ попросил Минск, потому что в Эстонии не было снега, провести в Раубичах этот... Я как раз об этом и говорю. А потом второй вопрос. Так, как организовывали, посмотрите, фигурное катание, легкую атлетику в Белоруссии. Чемпионат мира по хоккею. Это же сказка. А чемпионат мира по хоккею когда прошел? Вы знаете, я шел в эти огромные два зала на всех столах драники. Александр Иванович, а расскажите мне о феномене Раубича. Это хороший комплекс? Вы знаете, я счастливый человек, что был в той команде, когда выбирали место. И я помню, мы на Большой Камень, который по сей день там, мы поставили бутылку водки, кусочек сала, хлебца. По спортивному. И с этого начинались Раубичи. Ни один комплекс мира не собрал более 100 тысяч зрителей как чемпионат мира с 1974 года. Вы знаете, это был живой коридор. В 5-6 рядов весь круг. И на стадионе не хватало мест. Это был показатель. Вот о чем надо сегодня думать. Сегодня IBU, вы знаете, ну будем говорить так, собралась кучка русофобов. Да, да, да. Там есть американец Макс Коп. Я еще будучи первым веществом, говорю, давайте уберем американца. И у нас наступит нормальная мирная жизнь. Не убрали. Теперь хлебают. Смотрите, то же самое похожее история произошла с Евровидением, да? То есть мы проводили детский конкурс в Минске, дважды принимали. Они приезжали, восхищались, нахваливали. А потом без объяснения причин, когда им это невыгодно, когда они боятся потерять часть денег. Спонсоров отказались нас принимать вообще на этом конкурсе. Такая же история в спорте. Это что сейчас? Смотрите, ну как бы охлаждение такое отношение настолько, что и спорт, и музыка, и все остальное. Вы знаете, давайте сделаем так. Обратите внимание, Белоруссия, Россия, Казахстан, Киргизстан, Узбекистан. Давайте соберем наш конкурс. Но вы же понимаете, что в биатлоне не существуют наши олимпиады, например. Я понимаю, я говорю о конкурсах красоты. Меня это больше волнует. С этим у нас, кстати, полный порядок. На конкурсах красоты от нас не отказались. А потому что победить Белоруссию и Россию невозможно в конкурсе красоты. Вы знаете, опять со снегом будет беда, и опять будут обращаться. Вы обратите внимание, как проводили, пока я был президентом, практически 14 лет, все финалы проходили в России. В Хантамансийске, затем в Тюмени. Все говорили до одного. Особенно норвежцы. Когда в Уфе я провел чемпионат Европы среди молодежи, Тарибео выиграл там три медали, сказал, если следующий чемпионат Европы здесь, я готов остаться на год. В Хантамансийске 4 года подряд провели соревнования на Камчатке. 24 страны. Вы представляете? Они были в восторге. Где Камчатка, где Осло? Ехали все, все самые великие. Я знаю, почему. Там на столах была икра. Если у нас драники, то в России икра. На Камчатке икра, а в Белоруссии картошка. Какое сало? Украинцы могут только завидовать. А вот, понимаете, лучше, чем в России и Белоруссии ни одного спортивного мероприятия нигде не организуют лучше. Ну, смотрите, они умеют считать деньги, они не вкладываются в это. Так, вот вы сами говорили, где-то в тюрьме недостроенной. Ну, вы же видели мое слово. Сволочи. А еще, кстати... А в Норвегии, знаете, как было, когда я был первым сопротивником? Они никогда не организовывали ВИП. Румыния, бедная, Молдавия, Словакия, Чехия делали ВИПы. И я поставил вопрос на Конгресс. Если сейчас не будет протокол занесено и на следующем Кубке мира или Чемпионате мира в Скандинавии не будет ВИПов, вычеркиваем. И меня весь Конгресс поддержал. И они тут же сказали, ВИП будет организован. Скупердяи. Еще один факт, наверное, который наверняка вас возмутил, когда во время последнего Чемпионата мира по хоккею в Риге, который проходил, мэр Риги снимает наш белорусский флаг и меняет его на БЧБ-тряпку. Вот по-вашему, это что? Игра без правил, если говорить спортивной... Вы знаете, это удел одного идиота. Ведь всегда решает кучка политиков. Народ об этом никого не спрашивает. Вы знаете, правильно сказал, по-моему, Бисмарк, если вы любите колбасу и хотите заниматься политикой, то лучше не знать, как то и другое делать. Вот один человек, потом ведь все возмутились, правильно? Что он этим показал? Сегодня мне, друг, двукратный чемпион мира по биатлону среди юнеров Ян Чаурус присылает фотографию из Риги, а центральная улица пустая, никого. Все уехали, кто в Европу, кто куда. Хутора пустые. Чего они добились для своего народа? Это кучка политиков. Литва, то же самое. И такая же история в Латвии, да. Ведь у меня кругом море друзей. Они сюда приезжают, они ничего не могут понять. Кругом улыбки, кругом тишина. Давайте поговорим о белорусском биатлоне. С вами любопытно обсудить вот этот вот научный эксперимент. Белорусы, которые проводят, пытаются, ну так, что-то генетический материал рассмотреть, потенциал спортсмена и уже исходя из этого тренировать с командой. Что вы об этом думаете? Значит, я могу сказать так. Я по сей день посещаю, особенно летние тренировки, Зайчий Лог. Вы знаете, потрясающая трасса. Самая тяжелая трасса, наверное, из всех биатлонных комплексов мира. Сказочная трасса. Единственное, конечно, хотелось, чтобы там было, где детям нормально переодеться. Потрясающая трасса. Талантами не становятся. Это мое. Ими рождаются. Но для того, чтобы как можно больше выявить талантов, нужно большее количество занимающихся. Вы знаете, какой интерес вызывает. И, конечно, биатлон дорогостоящий вид спорта. И я смотрю иногда, стреляют патронами третьего сорта. Все должно быть хорошего качества. И оружие, и патрон. Для того, чтобы мы ребенка не приучали к тому, что он промахнется. Плохой патрон полетит пуля не туда. Вот это одно из главных составляющих. И плюс ко всему. Хотелось бы пожелать, чтобы в биатлоне тренировали люди, тренеры, подготовленные. Есть возможность. Я приглашал бывшего своего ректора института имени Тихонова, профессора, доктор Ноук, именно в биатлоне. Потрясающе грамотный человек. Давайте приглашать. Давайте учить, обучать. У нас зачастую, вы знаете, либо двоеборец, либо прыгун с трамплина тренирует биатлон. Есть такое? И к этому надо подходить. Как подходит президент? У нас же в Беларуси сегодня хороший результат. Наша Надежда Смольский, Олимбекова, как хорошо. Они родились. Олимбекова, ее никуда не денешь. Она родилась. Рядом с ней тренируются сотни, но обыграть ее очень сложно. Я бы ей пожелал, знаете, чтобы она в общем зачете выиграла Кубок Мира. Смотрите, еще такое про Динару Олимбекову. Она вот на этапе Кубка Мира в Антхольдсе, Италия, завоевала серебряную медаль. И Резцова, россиянка Кристина Резцова, у нее только четвертое место. И вот как вы относитесь к тому, что девушки из двух команд выясняют отношения в социальных сетях? Вот какие-то споры между ними. Как раз был интересный момент. Бабиков, наш спортсмен, сказал, что в коллективе, в сборной команде России нет дружбы, нет отношений и все прочее. Я спросил журналистов, а какой бы вопрос вы ему задали? Не знаю. Я говорю, задайте ему вопрос от Тихонова. А что ты сделал для того, чтобы климат, дружба в команде, в коллективе была как родные братья и сестры? Другого не должно быть. Психологический настрой это очень важная составляющая результата. И я считаю, что у нас Советский Союз. Я живу в Советском Союзе. Понимаете? И если кто-то в адрес кого-то говорит, вот сейчас украинские руководители запрещают общаться с российской командой. Идиоты! Александр Иванович, но вы считаетесь суперкомандным игроком. То есть вы никогда не тянули одеяло на себя. Вы со всеми в команде сохраняли ровные отношения. Расскажите секрет. Почему вы как спортсмен у вас столько медалей, вы не заболели вот этой манией солизма? Знаете, я приучал, во-первых, у нас в семье было заведено уважение к старшим, уважение к товарищу, уважение к брату, другу. Понимаете? Я никогда, вот как капитан команды, я был 68-го года и по окончанию спортивной карьеры, когда команда садилась за стол обедать, я садился последним. У нас было все просто, не было шведских столов, гарнир сверху, четыре там лангеты или цыпленка. Я брал то, что мне оставалось. Первым брали мои товарищи. И если где-то было несправедливо, я мог наказать физически, это все знали. Я был не по габаритам, очень крепкий. Некоторые испытали на себе это. Понимаете? Подумай о своем товарище. Улыбнись лишний раз. Создай климат. И я бабику сказал, а что ты сделал для того, чтобы вот так, как у нас сейчас в студии, мы улыбаемся друг другу. Это приятно. Вообще это интересно, да? Улыбнись лишний раз или на тебе в морду. Было такое. Когда обижали, или перед стартом там, я заходил, говорю, так, считаю до трех. Три. Все. Если ты не попал в команду, в четверку, которая стартует, попробуй плохого слова сказать. Поддержи, улыбнись. Чем помочь, что? Нам нужен результат. Только так. Давайте ненадолго прервемся, а потом мы обсудим с Александром Ивановичем, что его связывает с художником Никасом Сафроновым, а также актером Александром Михайловым. Скоро вернемся. В эфире «Скажи, не молчи» и в гостях у нас легенда биатлона Александр Тихонов. Александр Иванович, вы любите повторять, что в спорте высших достижений вторых не помнят. Это похоже на правду. 2 января вам исполнилось 75 лет, а вас помнят и любят до сих пор. И давайте посмотрим трогательное видео в вашу честь. А в биатлоне нынче праздник состоится, и Новый год с тобою в танце закружится. Откроет Тихонов свой бал, зайдет на трон четырехкадный олимпийский чемпион. Александр Тихонов в жизни чемпион. Александр Тихонов, русский биатлон. Александр Тихонов, век еще живи. Саша, Саша Тихонов, счастье и любви. Вы собираете в Минске застолье, о котором уже упоминали, и будут олимпийские чемпионы. Вас поздравлять, чествовать. Скажите, пожалуйста, кто приедет? Не боятся ли они ковида? Как вы в своей харизме у людей убеждаете, чтобы они приехали в такое время? Вы знаете, у меня больше не юбилей. Я всегда собираю друзей. Встреча друзей. Понимаете? Приедет Галина Горохова, фехтовальщица, олимпийская чемпионка. Марк Ракита. Иван Едешко, который дал пас Александру Белову, движение вверх. Ваня Едешко, да. Александр Зайцев, Роднина Зайцев. Белорусов море будет. Александр Васильевич Медведь, Романьков, Виктор Сидяк, Тараненко, Леня Штанга. Ну, перечислить сложно всех. Это все лучшие. Я дружу со всеми. Вы знаете, я дружил с Анатолием Вадимовичем Тарасовым. Лучшим тренером века. Понимаете, с Аркадием Ивановичем Чернышевым, с Гомельским баскетбол, с Кондрашиным. Ну, смотрите, хорошо. Допустим, спортсмены. А с Никасом Сафроновым и Александром Михайловым, актером, что вас связывает? Связывает не потому, что они гениальный один актер, другой художник, а просто в силу их характера. Познакомились, понравились друг другу по своим убеждениям, по жизненным взглядам. Только и всего. Вот мне, Александр Яковлевич Михайлов, вот если бы он сейчас зашел в студию, он куда ни зайдет, все, все срываются с места, все к нему. Любовь и голуби. Ну, это, у него много ярких ролей. Вы знаете, он доступный человек, интересный собеседник, настоящий друг. У меня есть любимый тост за друзей, которые могут пережить благополучие друга. Это относится ко всем моим друзьям. Их будет здесь море. Не только олимпийские чемпионы, и бизнесмены. И вы знаете, прилетает из Северонесейска муж с женой. Они просто северяне, они просто там, где минус 47 сегодня. Понимаете? Просто ваши друзья. Прилетает с Камчатки, с Сахалина, с Владивостока. Они не олимпийские чемпионы, просто рядовые люди. Александр Иванович, ну понятно, что вы будете в субботу слушать поздравления, очень теплые слова. Но есть такие вещи, о которых вы сожалеете, о чем-то не сделанном, о чем-то сделанном, но не так. Все равно это такое время подведения итогов юбилейной даты. Вы знаете, я такой, своей натурой, я ни о чем не сожалею. Все, что я натворил в этой жизни, я отношу к тому, что Всевышний так повелел мне, я очень верующий человек. В церкви на моей родине, на колоколах, моя фамилия. А вот, я не побоюсь сказать, если у меня получится, я привезу очень интересную икону в Белоруссию. И хочу, чтобы она здесь была. Буквально в ближайшие дни я буду точно знать икону для слепых. Это точная копия Андрея Рублева 13 века. Есть вновь построенный туристический комплекс Яркий, это в Барановичском районе. И там есть, это пока предварительно, и там есть маленькая, маленькая, я ее назову, светелка. Вот. Что у вас связывается с этой светелкой? У меня все получится. Я хочу эту икону, там родник, святая вода. Понимаете? Это маленькая, маленькая церквушка. А почему именно, вот вы говорите, икона для слепых. А почему именно для слепых? Что с этим? Вы знаете, эту икону Андрей Рублев извоял, и слепые руками находят образ Мэреи Магдалены. Этого никто никогда не делал. А я хочу позаботиться о слепых. И я хочу, чтобы они приезжали в эту маленькую церквушку, и у них была возможность своими руками прикоснуться. Там полностью скопировано весь текст Андрея Рублева. Все абсолютно. Я хочу это сделать подарок. Дай Бог, чтобы он получился. Пожелаем удачи. Вы женаты в четвертый раз, и взяв в жены Менчанку, вы сказали, все приличные люди должны жениться на белорусках. Поясните. Вы знаете, как-то была передача на телевидении, и меня об этом вопрос задали. Я говорю, вы знаете, я благодарен тем людям, я бы мог выступать на пятой олимпиаде, но они меня не пустили. И я им благодарен за то, что я не женился в пятый раз, а остался с моим бриллиантом, с моим сердцем, с Машенькой. Как складываются ваши отношения с оружием после завершения спортивной карьеры? К великому сожалению, развалили в Ижевске. Это было оружие Би-72, и патрон был российский. Олимп назывался. Вот. Это был лучший ствол-патрон. А сегодня я мечтаю о восстановлении. Есть. Отечественное оружие, отечественная сабля должна быть в руках бойца. Биатлон нельзя ассоциировать просто как вид спорта. Угу. Это подготовка защитников отечества того и другого пола. Любой биатлонист, прошедший двух-трехлетнюю подготовку, он выше, чем любой боец. Он может преодолеть 30, 40, 50 километров в возрасте. 20 лет это вообще не беспокоит. И с любого, в любом состоянии поразить любую мишень. Это готовые бойцы. Поэтому этому виду спорта надо уделять особое внимание. А как вы считаете, почему вот в Беларуси сложилось у этого вида спорта? Все-таки получилось. Почему наши спорты показывают такие хорошие результаты? Потому что они родились биатлонистами и биатлонистками. Вы охотник, вы уже признались, рассказывайте, когда последний раз были на охоте, где были и кого добыли. Я скажу так, в Беларуси прекрасная охота. Утиная, тетеревиная. Вы знаете, особенно, вот что такое порядок? Браконьерство практически исключено. Вот в 30 километрах Дзержинск, вот сейчас я приехал, был на Брославских озерах, где я охотился в советское время. Вы знаете, такое впечатление, что и в зоопарке. Косули 5, 7, 8. Какие красивые, какая грация, в их беге. Вот. Понимаете, лось там, два там, три там. Понимаете, такое впечатление, что они специально выставляют. Но я в руки не взял оружие, потому что мое пока не переоформлено. И чужого мне предлагают стрельни с моего. Нет. Послушание, выполнение закона, который существует. Нельзя нарушать закон. Вы знаете, суровость закона говорит о его человеколюбии. И когда люди начинают говорить, что здесь слишком жестко, президент, власть должна быть жесткой, а иногда жестокой. Иначе мы получим Казахстан. Вы уже с нами делились своим даром предвидения. Скажите, Украина вернется в славянскую семью нашу? Вот это безобразное отношение руководства Украины к своему народу. Вы посмотрите, более трех миллионов работает в России. Все красивое, все население выехало в Европу, куда-то. Вы знаете, дома эти, да, девушки, где? Где они? Пустые деревни, пустые хутора, гибнет культура, проявляется какой-то национализм. Да вы любите свою землю, сделайте что-то для народа. Здравоохранение умерло, пенсии нищенские. Но они считают, что, ну не они, а часть тех, кто проводит такую политику, что во всем виноваты россияне и Россия. Вы знаете, я никак, я частенько им задавал вопрос, москали. Я сначала не понимал, кого обзывают москалями, оказывается, это русские. И в Советском Союзе у них было такое. А теперь скажите, без москалей кто вы? Ноль. Вы просто предатели своего народа. Ну это разве не так? 30 долларов пенсия. Вы себе представить не можете, у меня там много друзей, богатейшие земли, там просто клондайк. И вот если бы не было этого национальности, чего вы добились без москалей? Пустых прилавков? К сожалению, еще ничего, и уже, еще дальше все это закручивается, и очень опасная сейчас ситуация, поэтому... Вы знаете, я бы сказал так, будь моя воля, я бы старые Катюши, помните, во время Катюша, я бы их подготовил, поставил на границу по всей территории. Старые Катюши, попробуйте вякнуть, кто вас защитил, кто вам подарил этот мир, кто пытается переначать, перелицевать историю, особенно Белоруссию, когда ее топтали, истребляли и туда, и обратно. Приходится напоминать об этом, да. И переписать историю им не удастся. Никогда в жизни. А сегодня Россия с Белоруссией, да я скажу так, на всем земном шаре нет такого вот понятия о дружбе, понятия о взаимопонимании, вот это главное, как дружба в команде, вот вы задавали вопрос, понимаете? Вот это надо ценить, ценить историю своего народа, историю культуры, не переначивать язык. Александр Иванович, скажите, как на духу, пуля дура? Пуля дура, штык молодец. Это наши прадеды говорили. Договорились. Спасибо большое, что вы сегодня пришли. Еще раз благодарим вам за такую интересную встречу, яркую. Желаем вам как следует повеселиться в субботу на этом мероприятии, встрече друзей. Передавайте от нас огромный привет всем олимпийским чемпионам, артистам, художникам и простым людям, которые помнят вас, любят и готовы поднять за вас рюмку. Мы, Татьяна Щербина и Виктория Попова с вами на сегодня прощаемся. До свидания. А сейчас говорит Александр Тихонов. Вы знаете, я бы обратился ко всему населению Советского Союза в первую очередь. Нас не только боялись, нас уважали. Уважали за наше мирное небо. Никто никогда в Советском Союзе не хотел войны и по сей день никто не хочет. Я обращаюсь ко всему мирному населению. России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, ко всему Советскому Союзу. Дорогие мои, дороже мира на этой земле нет ничего. А ко всем олимпийским чемпионам спорт высших достижений является лицом любого государства. И я бы очень хотел, чтобы мы, олимпийские чемпионы прошлого и настоящего, способствовали удержанию мира, красивой и интересной жизни на всей территории земного шара. Чтобы все смотрели чемпионаты Европы, мира, олимпийские игры, жили мирно и красиво. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова